Сегодня попробуем реализовать хотя бы часть трансформатора, то есть из XMI представления, либо может быть из оригинального представления, на самом деле не важно, что мы можем всегда использовать абстракции необходимые, вот в платформа «Зависимую модель». Вот для этого нам нужно сначала найти библиотеку, которая используется в SVI-прологе для обработки XML-файлов. То есть SVI-пролог XML. Там на самом деле суть в следующем, что он читает XML-файл, да, пакет называется Gmail, это обобщение XML-а, и результат чтения файла представляет собой древовидную конструкцию. Вот, и из нее уже там можно при помощи XPath, например, запросов делать, ну, то есть вытаскивать необходимую информацию. Это не самый быстрый способ, но, тем не менее, он такой более-менее простой. Так, сейчас я подготовлю необходимые средства, открою редактор и попробуем начать. А, надо сначала архитектуру вам показать, самой идеей именно реализации. То есть на прошлом занятии мы рассматривали архитектуру, Model-Driven Architecture, вот, а на этом занятии мы займемся реализацией. Вот, реализацией в виде набора взаимодействующих модулей. Вот, нашел я архитектуру, то есть модель информационной системы, то есть она может быть и computational independent model, платформа independent model, смотря, что мы и во что собрались преобразовывать. Вот, транслятор XML, мы будем именно вот этим сейчас заниматься. Ну, в основном, да. Вот, тройки, iBooks, не знаю, там посмотрим, скорее всего не будем мы сейчас ими сильно заморачиваться. Вот. И дальше, соответственно, вот этот XML будем анализировать. То есть, например, этот блок у нас будет заниматься представлением данных. Например, там, что у нас будет какие-нибудь объектно-ориентированный язык. Мы на Python ориентируемся, да, например. Вот, а здесь, ну, тоже на этот блок не будем реализовать. Тут, например, можно вставить какую-нибудь конструкцию, анализирующую диаграмму состояний. Вот. Цель, в конечном счете, вот, например, создать ORM ну, на основе SQL Alchemy, да. Вот. Какие-то основные, вот, организовать взаимодействие между объектами, ну, например, в рамках пользовательского интерфейса. Ну, какие-то интерфейсные конструкции. Ну, это как минимум. То есть, тут, естественно, не весь исходный код генерируется. Вот. То есть, вот, платформа Specific Model. На самом деле, сейчас я уже на нее не совсем так смотрю, а PSM это вот эта вот нижняя часть. То есть, дело в чем, что, вот, если мы какую-то часть, ну, того же самого класса генерируем, да, то мы можем делать запросы к транслятору вот этому, да, вверх. Ну, то есть, это же, пролог у нас как работает? Это же обратный вывод. То есть, нам нужно, например, найти атрибут какого-нибудь класса, да. И мы делаем запрос всех атрибутов и все атрибуты класса, они откуда порождаются. Они либо есть в диаграмме платформа независимая, да, там, например, наименование объекта, да, в справочнике. Там у нас named-class, помните? Либо он генерируется из какой-то ассоциации, либо еще как-то там наследуется, например. Вот это вот нам нужно как раз сделать. Вот. Ну, а сама процедура преобразования, она строится вот из этой модели платформы. Да, кстати, неправильно здесь сказал. То есть, вот этот ряд, действительно, это платформа независимая модель. А модель платформы, это сама вот эта процедура преобразования. И стрелки здесь показывают, как бы, поток информации. Ну, а на самом деле запросы, они идут в обратном направлении, как правило. То есть, вот этот XML-транслятор, мы к нему делаем запросы только при необходимости. То есть, мы не собираемся всю диаграмму, например, сразу же преобразовывать. Это же зависит от контекста, это преобразование. Вот. Ну, займемся вот этим блоком. То есть, что для нас сейчас ясно, да? То, что у нас есть XML на входе, и нам нужны какие-то интерфейсные предикаты, при помощи которых мы можем запрашивать структуру XMI. Ну, на уже интерпретационном уровне, то есть, на уровне понимания, что там у нас есть. Для обработки XMI создадим отдельный файл. Так и назовем его, например, xmi.lgt. Ну, и первым делом, надо его загрузить, да? То есть, комбинировать то, что есть в библиотеке XML и местонахождение. Да, и тут нам, вообще говоря, потребуется объект конфигурации. А где он у нас расположен? Здесь, по-моему, у нас его не было. Вот, trans. Сейчас его найду. Вот он, один валяется. Здесь, ну, хотя, можно, в принципе, эту реализацию и взять. То есть, надо был протокол с атрибутами. Какой-то пример с Джоном. Ну, его можно убрать отсюда, я думаю. Ну, давайте скопируем. Хотя не совсем правильно, конечно, лучше было разделить на две части. Скопируем этот файл. Переименуем его в конфиг. Внутри, как только мы не можем, как сказать, использовать, ну, такую модульную структуру. То есть, можно, но мы здесь его не будем использовать. Вот, потом мы здесь уберем лишнее, оставим только. Ставим только конфиг. Так, myconfig. Да, myconfig нам не нужен тоже. Это был пример. Импортирует атрибуты. Импорт attributes. Значит, это иерархия прототипов. Тут не надо. Наследованием. Классическим заниматься. Так, John тоже выкидываем. Так, attributes, элемент. Это протокол, да. Так, и что мы теперь? Конфигурация, да. Получается, set, attribute, get. Вот пример использования, да. То есть, создать новый атрибут и получить значение этого атрибута. Либо мы можем через тире писать имя, значение, либо в таком вот виде. Все. Теперь переходим к xmy. Здесь нам нужен объект, который будет конфигурировать, откуда мы будем брать наш xmy. То есть, того самого директория, куда мы сэкспортировали модель. Ну вот эти файлы и нам понадобится. Default. Default profile, да. Examination sheet. Так, ну это у нас не полностью, по-моему, скопировался. Экспортировался. Вот этот, по-моему, logical. А, тут, кстати, да. Два в экспорте получилось. Один local profile, другой его profile. Meta profile. И вот этот вот. Скопируем путь к файлу. Ну и сделаем, собственно, object. Так назовем профайл. Профиль. Ну и, соответственно, нам нужно задать два атрибута. Initialize. Initialization. Значит, мы не будем специально процедуру писать, поэтому две скобки используем. Сообщение. Set. Local profile. Кавычка. Значит, я здесь использую, здесь, кстати, лучше использую двойные кавычки, что это строка. А это у нас будет символом. Так. Этот мы атрибут создали. Теперь создадим второй атрибут. На что мы транслируем модель, да? А вот ее, кстати, можно назвать. Правильно, написал. MainModel. Перепутал. Вот наш urm расположен в local.profile. Аналогичная штука есть в этом файле. То есть какой-то из них, похоже, копия другого. Но будем вот это использовать. Можно было, конечно, здесь сделать какой-то root территории. Но я думаю, что здесь это не суть важно. На мелочах мы здесь валяться не будем. Так, чтоб нам не понятно, оператор Clash. Вот эту скобку надо поставить вот здесь на закрывающую. Я опять подзабыл. Что-то я быстро все забываю. Initialization. Декларация. Initialization. Здесь двойная скобка. Точка в конце. Все правильно. Хочется, конечно, сюда какой-нибудь добавить. Типа лот. Чтоб она там загрузилась. Где-то сохранилась. Но лучше все-таки его отдельно сделать. А, тем более, что это у нас объект, который профиль задает. И не место ему здесь. Чтобчик. Да, давайте, кстати, этот назовем профайл. профайл конфиг. Думаю, что так даже лучше будет. Значит, профайл будет из этого конфига вот эти два файла брать. И в себе хранить вот эти два дерева, да? Получается. Так, кстати, тут забыл я еще. Наследование тут сделать. Точнее, расширение. Extends. Конфиг. Про который есть ничего неизвестно пока. Скопируем эту декларацию, потому что она нам мозг не парила с тем, что она не знает, кто такой конфиг. Мы-то знаем, что он находится вот здесь вот. Вот здесь. Вот он. Просто мы его сначала конфиг будем грузить, а потом xmi. Так. Теперь нужно нам подключить модуль. Модуль называется gmail. SVA. Вот его introduction. Вот его подключение, то есть library parser. Так, это не то, это xpath. Так, генерация кода. Сейчас найдем. Ну, значит, грузится при помощи loadstructure. Здесь имя файла. Здесь будет список элементов. А здесь различные опции. То есть список опций. Ну, сейчас пробуем загрузить. Так, все-таки как же называется-то модуль? Вот, значит, useModule. Это прологовский элемент. Что мы его сейчас сюда ставим. Так. Проверим, все ли в порядке. Ну, вот они загрузились. Config. xmi. То есть с точки зрения синтекса это все правильно. Потом нам надо будет еще сказать, что мы... Вот этот предикат. Нужный нам, да. Сказать, что он библиотечный. Так, я предлагаю, кстати, профайл тоже унаследовать от конфиг. Даже не от конфиг, а от той части, которая с атрибутами связана. Атрибут. Ну, мы создадим два атрибута. Один хранить будет xml транслированный для профайла, а другой для нашей модели. xml транслированный для профайла. Так, ну и вот здесь получается у нас public load. Load будет без параметров. Он будет с конфига брать. Значит, конфиг отдельно удобно тем, чтобы у нас слишком много не получалось контекстных объектов. В принципе, конечно, можно сделать. Но так как в данном случае контекстом будет являться только имя файла. Здесь у нас получится контекстный объект. То есть в смысле объект будет профиль. И у него будет два поля. Так. Вот. Получается. Вот. Так. Вот. Вот. Значит, здесь имя файла, который local profile. Значит, здесь имя файла, который local profile. Нажимаем VLP. Опции, значит, пока у нас пустые будут. Так. Возникает вопрос, откуда взялся local profile. А он у нас взялся из конфига. Profile.config.get Вот. То же самое. Что мы будем делать с главным модулем? MainModel. Вообще не модулем у нас. MainPackage. У него такая структура в модели. Понятно, что если мы какой-то другой будем использовать редактор, то тут маленько будет отличаться, конечно. Так. Грузим вторую структуру. Package. Так. В кавычках, да, одинарных? Package. Эти, кстати, тоже можно было какую-нибудь конфигурацию упаковать. Так. Теперь самому себе делаем запрос set. Ну, аналогично, да? Давайте... Нет. Опять не будем мы в сущности. Так. Local profile. Может быть мы потом как-то изменим еще. Будем в сущности дублировать. Панцентрям. Ладно. Package. Вот, значит. Взяли из конфигурации, загрузили и сохранили локальные атрибуты. Как бы, да? Так. UseModule. Лайбрари. 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 Что-то... Вон gmail.many.kinbook. Где, по-моему, была. Куда делось-то? А, я его не добавил. А, давайте попробуем. Без глобального useModule. Так. И нам тут нужно только loadStructure, у которого три аргумента. Попробуем загрузить заново. И ошибка. Сейчас справим. Так. Так. Тут я обратил внимание, что атрибутсут у нас категория. Мы не можем наследовать, чтобы создать объект. Мы можем только импортировать. Да. Но тут-то мы сеты get для общего-то делали. Ладно. Сейчас исправим. imports. Then у нас get thisSetAttribute. Проверяем. Ошибка добавилась. Так. LocalProfileSingleton variable. Подожди, это у нас точка, что ли, используется. А, ну вот, LP. Это загруженная, да, кстати. Это ошибка. Package. 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 Вообще, Singleton variable. Это, вообще говоря, это ошибку надо как это рассматривать. Всегда. Здесь кавычки забыл. Как раз наоборот тут не надо. Вот так. Тут, наверное, все-таки надо писать HTML. Может быть, там и два выточия нужно. Проблема здесь в том, что вот этот вот loadStructure, он себя обозначил при помощи вот этого вот выточия, как метапредикат. То есть из него там генерируются другие предикаты. Значит, нам нужно найти такой способ выразить без использования loadStructure. Для этого нужно нам текст посмотреть в Gmail. Раньше такой ошибки не было. Это, видать, новая библиотека. И новая реализация библиотеки. Сейчас. Вот попробуем сначала load.xml файл. Двухаргументный воспользоваться. Вот есть трехаргументный. Я вот сейчас вспомнил, что именно я его и использовал. XML. XML. Надеюсь, там нет метапредикатов. Вот. У нас такая проблема, кстати, еще возникнет, когда будем работать, если будем работать с семантическим лэбом. Там тоже кругом в двоеточие используется. Так, ну здесь одинарная двоеточие. Может быть, кстати, оно им не понадобится. Нет, тоже вот, зараза. Как же мы без метапредикатов-то жили? Вот причина наших страданий. Все эти предикаты, они метапредикаты мне подначили. А других, по-моему, тут не экспортируется. Ну-ка, вот если load.xml файл посмотреть. Точно. Ну-ка, попробуем сейчас нажимаем файл. Потому что, по идее же, наш первым параметром может быть строка, содержащая XML. Правильно? Такая большая. То есть мы от этой проблемы избавиться только можем, если перепишем эту библиотеку. Вот. Ну, ладно, попробуем. Так, а у нас только двухаргументный по ходу. Сейчас все говорят. Ну вот, вроде. Ого, отлично. Напишем какой-нибудь скромненький тест. Так, профайл. Load. Нагрузим. Теперь профайл. Get attribute. Ну, package, например. Хотя, ну да, package. Ну, конечно, мы его не будем выполнять. Get attribute. Потому что нам нужны какие-то конкретные структуры оттуда брать. Ну, здесь тест пишем. P. И сейчас попробуем его распечатать. То есть формат. Так, что мы там печатаем? Profile. У нас, правда, много информации на экран выведется. Вся эта структура. Ну, мы заодно посмотрим, как она выглядит. P. Ошибки. Интересно. Отвалилась какая-то инициализация. Парлоги принято, нью-лайн писать. Парлоги принято, нью-лайн писать. Парлоги принято, нью-лайн писать. Ну, это некоторый бред, конечно. Так, ничего она не написала. Anoumessage. To object. Get attribute. А, current attribute. Sorry. Сам же бился за стандартизацию. Transition Go Failed Еще не понятно, какая из этих Инициализация их тут две штуки Loading Profiles Да, то есть вот, если считать, что они друг за другом Инициализируются В принципе, тут чему падать непонятно Вот это какие-то Предикатов не работают В принципе, одно и то же получилось Так Так, откуда я взял TildaX Кто здесь TildaV должен Так, вот до этого формата не доходит Очень интересно Profile.config.get То есть этот get, он ложный То есть мы дам неправильно, что ли, позапрошлые лекции провели Можно индивидуально, конечно, отладить Попробовать Ну да, он что-то ничего не пишет здесь То есть это ложная цель получается Проверяем, что у нас там Не то Get current attribute name Выливаю Current attribute Мы вызываем Import attributes config Значит, вот эти у нас вызовы идут к self То есть то, что граница в конфиге Точнее, в том объекте, который наследует config Ну вот здесь, например, все видно Странно, а в чем проблема Ну давайте индивидуально проверим Так, не тот Так, не тот Вон оно что Вообще, конечно, можно было бы сделать какое-нибудь сообщение Давайте Вдруг Значит, если атрибут найден, да То все в порядке Хотя у нас тогда не будет работать перебор Ну ладно Обойдемся Так, перегружаем А, ну вот видите, у нас появилось дерево теперь Элементов Ну, оно, в принципе, состоит из таких конструкций Элемент Потом идет узел Список атрибутов В виде специального option-листа И потом идет список узлов Внутри этого атрибута Значит, текст Слава богу Вот, по-моему, здесь не используется Узел типа текст Ну и замечательно Выкидываем вот эти лишние наши принты Ну, ставим такой profile loaded И этот на всякий случай закомментируем Чтоб что-нибудь подсматривать Operation expected Да, тут я не люблю такие штуки Но можно так хакнуть То есть у нас то есть запятая, то нет запятой Single tone variable pair Ну да, их надо вместе комментируем Ну, замечательно Так, теперь следующее Нам нужно Прекратить к нашему профайлу Конструкцию, которая Например, будет по идентификатору объекта Находить информацию по этому объекту Ну вот Если мы откроем этот опять терминал Так Вот у нас, видите, xmlid есть Они просто друг на друга ссылаются Все эти элементы Потом надо уметь их Соответственно находить И потом Можно, например, вернуть Узел Ну, для начала Которые С этим id Ну, этим id Идентифицируются И дальше мы его будем интерпретировать Которые Так, это будет public getElementById, прям как DOM2 у нас интерфейс получает. MyId, у нас будет 2, получается, а, ну да, тут еще возникает вопрос, откуда его брать. По идее, по идее, да, нам бы его брать из пэккеджа, а если нет, то из локального профайла. Так что можно оставить его двухаргументным, то есть мы либо в одном, либо в другом ищем. Я так думаю, что когда мы будем программировать уже синтетическую часть, да, то нам будет без разницы, откуда. Ну, можно, конечно, там сделать с уточнением еще вариант. То есть getElementById, а, ну давайте сначала более общий сделаем. То есть getElementById, тут у нас id, получается, элемент, буквой E будем обозначать, и третий это профайл. Значит, и как мы его определяем? Значит, нужно нам использовать XPath, так как это самый простой способ. Значит, XPath позволяет выбирать узлы, выбранные, созданные при помощи библиотеки gmail. Здесь первый параметр DOM, потом идет спецификация. Спецификация, насколько я помню, в таком прологовском стиле. Надо пример посмотреть. Ну да, вот. Вообще, я в виде строки пишу, но тут, пользуясь возможностью пролога, то есть в процессе трансляции, частично вот эту проблему решать. Ну, то есть интерпретация вот этих конструкций. Аналогично, кстати, работает и система запросов к графу знаний в Sparkle. Здесь тоже некоторый диалект используется. Хотя, по-моему, можно и строки тоже использовать. В общем, нам нужно импортировать XPath из модуля. Правда, явным образом здесь не написано. Надеюсь, он не является метапредикатом. Так, XPath. Значит, где? Current Current Attribute Profile Profile и теперь этот самый XML. Теперь в этом XML находим такой узел. то есть он, начиная, то есть два слыша в XPath обозначает, что узел терм. Терм это это тег. Нам нужно найти любой тег, так, у которого есть атрибут. То есть это вот такая конструкция. То есть, по идее, это слэш, слэш, add и атрибут. Вот, например, нужно найти A, у которого есть хрев. Нам нужно не только, чтобы он у нас был, но и, соответственно, был равен определенному значению. Так. Где наш этот кусок тут? Ну, тут, в принципе, count attribute тип default value тоже идентификатор имеет, да? Поэтому можно это может быть, кстати, потребуется даже ограничить тегом. Но пока мы любой тег возьмем. То есть, по идее, это должно быть вот так. То есть, открываем скобку. Здесь пишем XML ID вот это вот конструкция XML ID в прологе. Это как раз тоже метод предикат. он может его не воспринять. XML ID равно правильно, там не равно, равно, да. и теперь сюда подставляем ID. Так. И получается E. Вообще говоря, E это множество элементов. Давайте попробуем его. в нашем тесте прокрутить в нашем тесте прокрутить. Profile Get элемент by ID теперь идентификатор где-то копировал. Уже утратил, да? Любой взять тут. вот этот. Копирование. Может быть, там строка должна быть, кстати. Тоже может повлиять на результат. Так. профиль, профиль, профиль. Пакетжи. Пакетжи. И распечатаем формат. Ну, что-то вроде такого, да. Да, кстати, надо посмотреть, нам все-таки список возвращается, или же это генератор. Ну, стандартный подход. Вот этот div, то есть подозреваю, что это все-таки элемент. Matching element, DOM, Structure, Syntax, Parade, Mix, Path, Using. Ну да, скорее всего, элемент, тогда нам нужно сделать for all, да. Profile, выводим на экран. True пошел. Ну и ошибки. Сейчас разберемся с ошибками. Ну да. 3. Мне говорят, не знаю такую процедуру. X-Path 3. Так, я ничего на экран нам не вывел, да? Попробуем кавычки здесь поставить для начала. Тоже ничего. XML ID, да, получается. Вот если все-таки мы имеем дело с мета, синтаксисом. То есть XMI, а, XMI ID. Как меня слушатели терпят? Я надеюсь, вообще интересно, конечно. Мне вот этот дизайн нравится. Мне, конечно, долго раскачиваешься, но потом зато можно довольно быстро клепать всякие вот эти генерирующие программы. Так, ну я сейчас предлагаю что-нибудь попроще. Например, просто найти какой-нибудь корневой элемент. Ну да, все-таки синтаксис немного нестандартный. То есть, например, вот E annotation, да. Он без всяких префиксов. Я надпишинс, и E получается. Оператор, expector, 39-я строка. Значит, что-то все в порядке. Ну вот убрал, слышали. И опять ничего не работает. Ну, это, правда, говорит о том, что надо в корне искать. Ну, иди скобки взять. Оператор, expector, с точки зрения... Ну, кто посмотрел, я исходный код, xpath, и обнаружил, что там задаются вот эти вот операторы fx. Они же экспортируются, но, похоже, в луктоке экспорт, импортировать этот невозможно. Ну, оказалось, либо я там где-то документацию выпустил в этот момент. Ну, в общем, просто взял, скопировал определение. В луктоковском формате. Вот. То есть, это специальные префиксные, одноаргументные предикаты. Со своей, значит, приоритетом. Вот. Также я импортировал. Она может пригодиться. Xpath.chk. Xpath выбирает все узлы в соответствии с запросом. Ну, перебираю. В прологовском стиле, да. А Xpath.chsk только выбирает первый. Ну, и тут же у меня все заработало. То есть, вот он for all. GetElementById. Здесь я какой-то случайный идентификатор воткнул. Вот. Найти в пэккедже. И вот для всех найденных значений на экран вывести элемент. В результате вот этот элемент здесь появился. Ну, еще вот это я заметил, что можно, оказывается, перенести терминал в сторону и запускать с правой стороны, что немножко более удобно смотреть результат. Теперь попробуем вытащить из нашего пакета все классы. Ну, надо будет разобраться со структурой вот этого XMI файла. С тех пор, как я это на свою версию писал, генератора уже несколько лет прошло. Нужно вспомнить. Для начала просто можно загрузить файл, посмотреть. Я открыл файл. Сразу же мне бросилось в глаза packageElement. OML класс. NamePerson. То есть нам нужно находить XMI type email класс. Такие вот конструкции. Для того, чтобы найти классы. Потом как-то с ними будут вот атрибуты. Надо в данном случае внутри этих конструкций. Есть атрибут паспорт адрес, например. Паспорт, причем это, у нас, по-моему, ссылка была, да? Реализуем метод в XMI, который будет искать классы и возвращать идентификаторы. Так, можно, кстати, обобщить даже. То есть мы передаем туда тип элемента. OML класс, например, да? И он нам возвращает ID. Но так как, опять же, мы на прологе программируем, да? Мы можем, в принципе, делать универсальную процедуру, которая, например, ищет все такие элементы. То есть любой комбинацией. Type, ID, Name. В зависимости от того, свободные или пустые переменные. Тогда были переданы. Или связанные и свободные. Еще немного обследовав, обнаруживаю, что, в принципе, вот у нас модель, да? ExaminationSheet. Вот какая-то аннотация, мы ее не трогаем. Остальное это вот package элементы. Они друг за другом идут. То есть класс, ассоциация и так далее. То есть нам нужно сделать Xpath такой, который просто находит package элементы, получается, второго уровня. Ну, модель, само собой, можно найти отдельно. И изъять из него, значит, необходимый минимум. То есть вернуть сам элемент и вот эти вот тип ID и Name. Значения. Ну, для удобства. Чтобы их потом из списка атрибутов отдельно не вытаскивать. Хотя можно и так и сделать. То есть, в принципе, две функции. То есть одна просто все package элементы возвращает. То есть предикаты, да? А вторая из нее берет вот эти минимальный набор атрибутов. То есть тип ID и Name. Ну и выбирает по ним, соответственно. Ну, так и назовем. То есть public. Package элементы. Я лучше кмлкейс буду использовать. Хотя в прологе принято. Snipcase. Е. О. Получаем одноаргументное, да, у нас. Декларируем его сначала. Теперь его реализуем. Вообще говоря, в каком пакете, да, еще. Да ладно, давайте его возьмем. Package. Package. Профайли. То есть package, не package. Так, теперь xpav. Так, забыл взять xml. Ну и можно xmi даже здесь поставить. Хотя это немножко затуманит смысл. Вот я здесь тоже исправим. xmi. Не просто xml, а xmi. А, тут, кстати, да, надо исправить. И потом. Так, что получается xmi. И в нем нам нужно найти package.element, но только так, как он написан вот здесь. А, он так и написан. Скопирую, чтобы не ошибиться. Package.element. Так, и он у нас возвращается в качестве результата. Так, теперь. Ну, теперь я реализую функцию, которую вот из e вытаскивает нужные нам атрибуты. Ну, или находит такой e с нужными нами атрибутами. Нам атрибут. Вот. Значит, назовем его defActors. То есть атрибуты по умолчанию. Значит, первый параметр это элемент. Мы из него, значит, type ID name должны найти. Вот. Мы его сразу же раскрываем. То есть элемент. Это тег. Его, в принципе, можно заигнорировать тоже. Это вот список атрибутов. Вот. А это все остальное. Ну, то есть под дерево получается. Вот. Для того, чтобы из атрибутов взять type ID name, нам нужно найти эти штуки. Это очень хорошо реализовано в options. Ну, по-моему, там с ним тоже какие-то проблемы были при импорте. Options, по-моему. cdlibraryoption. То есть есть список. То есть options это список вот таких вот конструкций. Таких вот или таких. Этот, кстати, вариант более свежий считается. Предпочтительный. И вот там нужно найти элемент. Ну, типа как member. Получается. Вот option. Здесь конструкция. Option list. Нам импортировать надо сначала. Мы будем предполагать, что эти атрибуты там всегда есть. Ну, и берем, да. В общем, это, по-моему, второй аргумент. Значит, первое у нас, что получается. XMI-Type. И все остальные аналогично берем. Тут, кстати, можно ее скисательный знак поставить. Мы только одним способом это можем сделать. Интересно, мы почему-то переопределяем эти 38-й строке. Ладно, потом исправим тут. Ну, вроде правильно все. А, ну, тут надо здесь набрать. Соответственно, id. Здесь name. XMI-ID. Это, по-моему, просто name был. Да, просто name. Ошибка неведомая. От троса, конечно. Так, ну, и заодно вот это, то есть, правильно? Предположение, что мы правильно поняли. XPUF. То есть, неважно, какой атрибут. Вот. Ну, неважно, какой тык. Важно, что атрибут у нас такой. Так. Ну, все, вроде не ругается. Ну, и не находит. Это я вот про эту задачу. Ну, это потом, ладно. Так. Все комментируем. То есть, мы делаем все такие элементы с атрибутами. То есть, элемент у нас тут будет что? Так, откуда мы его берем? Берем и его запрашиваем в профайл. Пакетч элемент. Е. В пакетч. Так. Это, кстати, такая совместный запуск практикаторов. То есть, вот так вот. Вот здесь нам нужно профайл. Дев авторс. Кстати, вот пакетч элемент, в принципе, тоже можно было сделать как объект. Контекстный уже. Ну, мы же потом переделаем. Так. Подправил здесь все ошибки. Пробуем запустить. Пишут, что такого предиката у нас нет двух аргументов. Ну, в профайле. Давайте. Пакетч элемент переименуем. Нетодом копирования. В общем, переименовал пакетч в пакетч элемент, как он в XMI, да? Вот здесь вот. И оказалось, что не все у нас возвращаются только классы и нумерейшины, потому что у них есть name. А вот у ассоциаций name нет. Видите? То есть, member-end еще. Поэтому в связи с этим вот есть идея все-таки переделать пакетч элемент, чтобы он возвращал у нас не элементы XMI, а возвращал некоторый объект, который ассоциирован с этим элементом и к которому уже можно делать запросы типа defaters, name, members и так далее. Там, кстати, своя иерархия даже получится таких конструкций. Сейчас быстренько переделаем. Причем, по идее, тут, конечно, хотелось бы еще чтобы у этого возвращаемого объекта были ограниченные возможности. То есть, чтобы для ассоциаций соответственно невозможно было name узнать, но зато можно было member-end. Ну, а для класса и ему подобных соответственно какой-то другой объект выдавался. Давайте начнем с простого. То есть, просто сделаем какой-нибудь package-element объект и к нему будем запросы делать. Package-element так, забираем отсюда defactors и делаем объект. объект. Так, как мы пока сюда скипируем, у нас получится два уже, да, элемента, потому что первый это объект, да, то есть self и уходит name, да, package-element, вот он контекст, получается. Так, взяли id, взяли type и завтра посмотрим, что получилось. Исправлю ошибки, продолжу. Значит, первая ошибка это option у нас отсутствует внутри контекста package-element. вот уже надо перенести, вот я перенес, useModule запускаем, да, тоже надо убрать, пока не так убирать надо. Наверное, чтобы была такая штука, элемент, раскрывался вот такую конструкцию. Так, видите, все заработало, теперь у нас в ассоциации появились классы и нумерейшины. Так, тогда по идее нам нужно что-то, что, да, вот package-element и вот из нее можно сделать класс и ассоциацию и нумерейшин. пока мы его не трогаем, хотя я определил package-ed класс как вариант package-ed элемент, при этом он импортирует категорию package-ed named element. Сейчас вот ее нужно реализовать category-element. Категорию и для нее тут надо тоже добавить импорт usemodel то есть option использовать муторно да, то есть вот эти usemodel используют внутри каждого класса, но зато получается у нас система замкнута относительно импортированных модулей внутри наших объектов категории и так далее. Сейчас по идее ничего не должно поменяться это хорошо. Вот мы тут еще добавим так вот а у нас возвращается возвращается пока только package-element объект так, а нам бы вообще говоря написать процедуру которая по типу элемента в соответствующий объект то есть в соответствующий объект обращает такой интересный полиморфизм получается так будет у нас private предикат почему потому что ну хотя мы можем xmai как-то наследовать обработчик дописывать варианты распределения по вот этим классам ассоциациям ну distr назовем вот это не совсем понятно что это значит то есть у нас элемент элемент мы в объект превращаем так то есть два distr я вот один напишу полностью то есть элемент ну тут опять же два варианта есть мы можем вот так реализовать элемент можно еще проще делать почти компонентное корректирование сейчас мы эти пакет элемент элемент то есть мы создали объект как бы да с контекстом теперь к нему делаем запрос вообще по идее type да можно было делать type type отдельный запрос теперь type type у нас должен быть класс mainclass да видите как замечательно мне даже мой вариант больше нравится чем тот который я реализовывал так ну и аналогично мы можем сейчас сделать только здесь так сказать не знак сделаем единственный способ есть если у нас класс есть а во всех остальных случаях у нас будет package element ну типа полумолчание тут мы же ничего не страшно единственный момент что а ну да если мы будем дописывать мы просто будем их добавлять спереди ну в смысле при при наследовании XMI если вдруг у нас какое-то там расширение XMI появится очень хитро нам вот эти distry надо будет дописать для новых элементов и мы будем новые элементы обрабатывать перед этими старыми элементами то есть вызывать унаследованный distry в конце уже на самом деле до этого конечно не дойдет так и вот теперь нам нужно вот здесь вот дописать вот это мы убираем называем object взываем distr очень часто кстати вот путали вот двоеточие двоеточие distr то есть вызов метода с такой конструкцией здесь значит distr element object значит distr element пишет что у нас нету type-1 надо его реализовать package-element type вот через the factors его реализуем хотя к нам лишняя работа она будет делаться или на породке сделать отдельно сделаем type-1 отдельно а иди адефат раз ну пусть остается как есть подумал ведь можно сделать универсальную процедуру взятие опции из actors причем кстати вот могу показать прием скажем option есть в библиотеке а мы хотим свой в общем сделать когда мы здесь можем его переименовать например s opa нет opa это стандартный предикат скажем library liboption ну соответственно мы переименовываем liboption а тут кстати переделаем потом то есть локальный option xmi-type вот такая штука будет крутая так ну все option надо реализовать так option xmi-type type точка мне аналогично надо сделать id да кстати такую же штуку можно и в категории сделать можно сделать над категорию которую опцию умеет вытаскивать из объектов ну в общем совершенно нет предела да ладно я допишу потом продолжу ну вот я дописал сейчас de facto опять перепишу через вот такую конструкцию ну то же самое для id так забыл собственно option нарезать он скопировал из категории так что еще надо протекать option 2 ну вот смотрите что получилось то есть на экране вообще-то никакой разницы да получается но можно сделать вот так и заставить е самого себя распечатать как-нибудь debug print не просто pprint предтиprint таки чиномент просто скобки не нужны программа становится более лаконичной так тупринта только нет есть скобка лишняя ну вот я в лоб реализовал у меня вот получилась такая вот конструкция да получается вот последний видите пакетчат элемент и вот у него параметр элемент контекстный да теперь нужно нам оставить от него самое необходимое только для печати ну вот это же терм да какой-то получается мы его разбиваем на название и все остальное печатаем название получилась вот такая конструкция теперь нужно параметр дописать ну вот я еще не запускал вот так случайно поставим ну вот получилось так откуда лишние переводы строки взялись а тнл добавил так ну вот я посмотрел функтор термлимарити да и посмотрел то чем я обычно пользуюсь и вот они намекают на то что у меня не совсем правильно в случае если пустой будет так сейчас пробуем функтор переписать может быть он не будет вовник лишний писать он правда немного подробно работает то есть функтор отличается от вот этого конструкции да который раньше использовал тем что он не список создает а просто отделяет имя и количество аргументов так как нам все равно какое здесь количество аргументов мы это игнорируем и вот получается получилось следующее ну то есть то что нам нужно при этом нет лишних предупреждений так ну вот теперь эту конструкцию мы можем использовать для анализа структуры ну я думаю что наверное мы еще ассоциацию доделаем а иномерейшн в принципе можно представить как класс или как вариант потом класса еще кстати вспомнил тут такой момент же категория у нас может пользоваться сервисом ну то есть публичными предикатами объекта которые импортируют так как у нас все объекты унаследованы от объектов которым в общем реализовано по идее она должна в общем здесь работать вот так ну то посмотрим ну замечательно то есть здесь мы делаем запрос к self а self это то где был вызван name в данном случае обозначает да то есть если он скажем это был импортирован внутри пиджи пакетчат класс то будет использован общин из пакетчат элемент потому что пакетчат класс его наследует просто все оказывается то есть вот он ассоциация так у него тут member есть мы его должны реализовать то есть у нас два идентификатора в одной строке не очень удобно кстати по логике над строками манипуляции выполнять это конечно забавная конструкция так ладно memberend получается это не совсем логично так называть у нас два конца а единственное что используется давайте ms поставим здесь какой из них левый какой из них правый там определить невозможно так конце у нас идентификатора теперь надо узнать как ids поделить на id id2 какой-то сплит наверно сплит или стринг сплит сплит стринг 4 или атом сплит они там иногда бывают атом сплит давайте атом попробуем то есть что делим разделитель и список результатов получается идентификатор сплит идентификатор и там должно быть два получается id1 id2 атом сплит теперь не понятие это базовый модуль не знаю как он означает может быть юзер нет юзер это то что программирует пользователь ну разберусь справа так ну пока мы на него не вышли нам нужно зарегистрировать аттентистром наш новый элемент так e-mail к make association вот и начал различать association association так и давайте мы для него принт перепишем так и вот этот баг слышим теперь и здесь подправим внизу newline ну и pprint сейчас реализуем для ассоциации вызовем унаследованный pprint и распечатаем идентификаторы и так и 1 и 2 дальше формат тут у меня ошибки но я тут еще замедлил что неправильно их спечатал сейчас исправлю места поменять местами и дано там сплит не нашел сейчас разбираюсь вот атом стринг где-то непонятно где вот есть сплит стринг и он находится в базовом модуле и базовый модуль обозначается и тут я еще вспомнил что юзер ну вот мы формат используем по идее тут тоже надо было писать юс модуль юзер формата слышь 2 так ладно посмотрим да ошибка пишет что вот такая комбинация параметров сплит стринга не использует неправильно два последних параметра записал в общем вот получилось так ну наверное мы на этом закончим то есть надо было конечно еще сделать enumeration то есть элемента enumeration остался и primitive type у которого кстати тоже name есть тут кстати вопрос является ли класс вариантом примитивного типа либо это вообще отдельные сущности ладно на следующей лекции попробуем реализовать уже запросы которые находят классы у классов атрибуты методы не будет там потому что не совсем понятно как методы задавать в данном контексте и анализировать отношения между классами и потом за ней будет наверное последняя лекция может быть в таком формате когда просто буду куски кода писать вот в этой последней лекции мы уже будем генерировать код питоновский для нашей email модели так что в принципе немного лекции осталось не хочу просто сильно много внимания вашего занимать основной идеей то я думаю что вы уже поняли использование лук тока именно как расширение или макро пакета для создания программ на языке про логвити расширяемых объектов до новых встреч